Просит взять слово от научно-исследовательского института МВД Николая Ремин, ветерана СВР, между прочим, и Дмитрия Белых-Силаева. Вы ездили здесь, да? Уважаемая Анатолька Игорьевича, от лица, дорогие на майоре, уступаю старшим. Дорогие друзья, в этот замечательный день, 75 лет, право кондиционной лице науки и МВД не могла пройти мимо, потому что и лирика, и физика всегда шли рядом. И подготовили адрес, в котором есть все. И какой талантливый, Анатолий Григорьевич, замечательный, главный пожелание здоровья. Уважаемый Анатолий Григорьевич, от лица руководства и личного состава вне МВД России разрешите поздравить вас с 75-летием. Вы являетесь хорошим примером для молодежи во всех своих ипостасях. Как офицера вас характеризуют очень емкие слова директора службы, сказанные им в интервью журналу «Историк» по случаю столетия службы. Очень сильный оперативный работник. В апостасе писателя вы создали ряд высокохудожественных произведений, вдохновляющих на подвиг и объясняющих смысл оперативной деятельности. Так хорошо известными стали ваши слова, объясняющие мотивацию к службе в развитии. Это случилось в командировке в Бельгии, где директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин встретился с Анатолием Евгеньевичем. И отвечая на вопрос журналиста-историки, где они познакомились, и вопрос был задан такой, а как приходят в разведку? Он говорит, вот у нас была встреча в Бельгии с нашим известным поэтом, сотрудником, у которого есть такая четверостишия. Кто-то цилил в карьеру метко, кто-то полный спешил казну, а мы просто пришли в разведку за Россию, за нашу страну. Анатолий Владимирович, в основе ваших литературных произведений лежат глубоко научные идеи о смысле и содержании оперативно-служебной деятельности. Желаем вам здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов. Генерал Гайперешков. Спасибо. 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 И мне нужно добавить коротко от себя, потому что мне тоже исполнилось, там на 75 лет. Поэтому не все знают о том, что Анатолий Григорьевич написал гимн для теннисного клуба ветеранов службы внешней разведки. Поэтому я в руках держу вот этот мячик с руками, который сейчас вот потянется. Анатолий Григорьевич. Отлично. Мы надеемся, что он не только написал гимн, но он еще начнет играть в теннис. Ну и не могу, как поздравляя поэта, не сказать стихами. Пускай не будет жизни бед, и через много-много лет пусть будет трудно отгадать, с какой же датой поздравлять. Сам человек в судьбе своей звезда, его душе творящие благо, навсегда подвластны свет, могущество и рок. Все для нее приходит должный срок. Деяния наши ангелы для нас, как тени с нами рядом. Каждый час. В чем счастье? В жизненном пути. Куда велит твой долг идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. И вот я познакомился с Лерой, с его супругой. Он мне не велел читать это стихотворение, но я его не послушаю. Потому что она ушла, я хотел ее вызвать, для того, чтобы все увидели эту очаровательную молодую девушку, у которых недавно родилась дочка, полтора года ей сейчас уже. И я ей... Перед тем, как ей уходить, я ей прочитал стихотворение. Без женщин не бывает нас, мужчин. Но мы порой их так долго выбираем. И потому без видимых причин, когда такие ценные теряем. Секрет мужчины, женщина одна. Бесценный дар. Безмерная вершина. Люби ее. Но если и она тебя полюбит, значит ты мужчина. Анатолий Григорьевич настоящий полковник и настоящий мужчина. Дорогие друзья, вот небольшая очень часть вот этого небольшого отделения будет, конечно, я хотел бы не забыть тему служения отчизни, служения родни и службы внешней разведки. Потому что сейчас вы посмотрите ролик интересный. Когда было столетие, мы готовились к тому, чтобы в Крыльевском дворце съездов в концерте спеть вместе с Александром Маршевым, Сергеем Евгеньевичем песню о разведке. Но накануне произошел казус, что вдруг на сцене появились, во-первых, в программе появился Меньшов и появился Стоянов со своим роликом, который они, вот эту песню, которая в разведке читает, ким на разведке, они ее обыграли. Сейчас мы ее посмотрим, конечно. А вообще, если говорить о службе, служба неспроста совершенно, что директор службы внешней разведки еще является и председателем российско-исторического общества. Не зная истории своей, трудно вглядеть в будущее. Здесь просто слов нет о том, что в разведку приходят люди, которые кроме своей профессии еще имеют профессию не одну. Потому что там есть разные подразделения. И служили мне и поэты, и писатели, и художники замечательные. Я писать про писателей не говорю. Если называть фамилии, сейчас многие вспомнят все это и, может быть, даже удивятся. Зоя Воскресенцева, если скажу, детский писатель, полковник службы внешней разведки. И много-много говорить дальше не будем. И то, что мы сейчас делаем с клубом «Ветер Победы», это тоже та работа, которую не всегда делается, она, предположим, за рубежом. Нужно и здесь укреплять наши позиции. Надо обязательно укреплять мотивацию того, что происходит. А это непросто. Мы выступали на оборотах предприятия и видели, что нужно обязательно выступать, петь песни, рассказывать стихи, рассказывать наши. Ребята, которые там воюют. А сейчас, наверное, давайте посмотрим ролик и послушаем песню о разведке. Стоять в ростах! С праздником! И вас! И вас с праздником! С праздником, бойцы! С утром! Такая вот работа. Обравили судьба. До крови и добута. Лишь позовет труба. Горозная разведка. Небо и волна. А как живет разведка? А как живет разведка? Похоже, живет в разведках. Небо и волна. Страна. Стоять в ростах! Друзья, Сергей Есенин писал, хотите знать мою биографию, читайте мои стихи. Большую часть своей жизни Антон Григорьевич посвятил военной службе во внешней разведке России. Совершенно закрытой и секретной работе по защите своей родины за рубежом, в тылу врага. Еще до недавнего времени, скромно называемого партнерами. О такой работе много не напишешь, но наш юбиляр сумел. Неспроста он дважды лауреат премии СВР в области литературы и искусства. Его стихи и песни о разведке давно любимы сердцем защитников родного отечества. Анатолий Пшеничный. В моем прошлом вздыхаем нередко. Не стереть его тряпкой, как мел, кто куда. А я выбрал разведку и о том никогда не жалел. Годы, коды, уходы, подходы, рой задач сквозняками в окно. Мы совсем не киношные бонды. И разведка совсем не кино вспомнит каждый, кто рано, кто поздно. Как в загранке удачу ловил. И как в резидентурские гнезда что-то были, то гнезда несли. Из руки не взлетали монетки. Цель по плану, колеса в разгон. Только вражеские контрразведки знали рашенский неугомон. Для кого-то там деньги и слава. Для кого-то прием до банкет. А кому-то захват и подстава. Псевдонимы и сказки легенд. Но зато мы умели, ребята, сдвинуть плечи, коль что-то не так. Даже звание персоналом грата принимали, как орденский знак. А когда переполнилась мера, не забросили мы на чердак нашу дружбу, надежность и веру, без которых в разведке никак. Жизнь любому поставит отметки. Без учета одежды дорогих. Но, как слышится, он из разведки. Нам характеристик не надо других. Спасибо. Пока жива разведка. Михаил Мамаев. Михаил Мамаев, солист оркестра службы внешней разведки. В языке нашем русском не счесть слов красивых и праздно скаленных. Но отечество, доблесть и честь плавенеет на наших знаменах. Потому что за нами страна, без которой мы мало что значим. Пусть мы прячем порой имена. Но за пазуха и камня не пречем. Такая вот работа, а правильный судьба. До крови пиль, до пота лишь позовет труба. Дорожная разметка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Пусть он, новок, незримый наш бой. Но затем и пришел ты к разведку. Чтоб для тех, кто идет за тобой. Придержать надвиненную ветку. Чтоб плеснуть не смогли по лицу. И сосады, и смерть, и невойны. Чтобы не другу и под лицу. Не жилось в этом мире спокойно. Такая вот работа, а правильный судьба. До крови пиль, до пота лишь позовет труба. Дорожная разметка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Не за чинь, не за денежный куш. Не жалею себя, мои братья. Нам отцы в тайники наших душ Заложили святые понятия. Чтоб сумели мы их провести Сквозь границы, 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 Как пили, да поможет нам память в пути. Словно серка, масса, небо и волна. Такая вот работа, а правильный судьба. До крови пиль, до пота лишь позовет труба. Дорожная разметка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Снова гаснут в Москве фонари, Тим приходит в родную столицу. Покуримый дружок, загни. И легко, за ней сократили лицу. Завтра вновь в телеграмма уйдет. Будет роль, да не будет овации. Пусть нас кто-то добром поменет. В коридоре, в коридоре и в солнце. Такая вот работа, а правильный судьба. До крови пиль, до пота лишь позовет труба. Дорожная разметка, небо и волна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Пока живет разведка, не пропадет страна. Много еще песен споем. Мы поем уже вместе с оркестром, военным оркестром. Спасибо, Михаил. Я здесь вижу тоже моих товарищей, многих. Эта песня и для них. Конечно, тоже. А сейчас, знаете, вот тоже про разведку спели. Всякие бывают случаи. А, конечно, говорить обо всем нельзя. И посмеяться можно, и погрустить. И та песня знаменитая. Эти люди военные носят форму так редко. Ордена надевают. В особые дни их работу нелегкую называют разведкой. И нечасто до старости доживают они. Но кое-кто доживает. И живет еще дальше. И вот такие случаи, закамуфированные тут немножко, но случаи из реальной жизни. Тело было в разведке. Пусть она шуточная, но она была серьезная. Пожалуйста. Я раздвину, как ветки, те, когда что удали. Дело было в разведке. По середке земли мы с товарищем Петей не дразнили врага. Враг нас первым заметил и полез на рога. В голове два пароля, еще дальше шифры. Петя выловил Коля, нажимай на пары. Чтобы в центре Европы после стольких побед Мы остались в сердце, драгоценный секрет. Вдруг мой теплые битвины и печеный в соле. Если слышит он битвы, то отряд селю в клет. Может выпушать море, а закушать горой. Это внешне он горе, а внутри он герой. А еще по части переломит беда, А еще по части анекдотов моста. Про Чапаева с адкой, да под гуськой мать. Здесь его только танком по-другому не взять. Но выхода не был, и вперед, и назад. Неужели же спета наша песенка брат? Петя рыпнул гады и шагнул как сортир. Гутен так, комарады, кто из вас командир? И сказал старшому, волны нам нелегко. Вот теперь хорошо бы и напоследок пико. Много сдернул я пробок за свои сорок лет. Но скажу без подколов, лучше вашего. Нет, их старшой тут на борту, патриот, как и я, Срочно сделался гордым и ответил. Я-я, мы сидели в таверне, что звалась два козла. И скажу откровенно, убивали без два. А потом начал мучить Петя их без речей. Прочипал про Чукшу и про всех речей. И забыл о секрете. Так смеялись враги, что шепнули в глазете. Недогоним, беги! Нам такое два раза ни к чему повторять. Только пиво, зараза, так мешало бежать. С той поры тайны смело носит нам их старшой. Так бывает, в поле к телу ты подходишь с душой. Я раскрыл, как ветки, те годы. Чтоб дали тело было, рассветки посередки земли. Спасибо! Вот такая история. Живая! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эти песни собраны в несколько музыкальных альбомов, называемых «Сто лет под огнем» или «Судьба по имени разведки». Если попадется, пожалуйста, смотрите, они в интернете есть. Там много смешных историй. С солью на губах, конечно. Пожалуйста. Да, вот сейчас, знаете, я хотел бы прочитать сихотворение, которое написано, может быть, не в последние дни, но в связи с тем, что делается сейчас отношение Германии к нам в настоящее время, и то, что я сейчас расскажу, песни своей, может быть, опровергнет, опрогинет, а может подтвердит Дмитрий Юрков. Чья бы корова мычала, германская бы молчала. Припомнила бы я начало про Нюрнберг, поджавший хвост, о том, как в слезах бежала, о тех, кто их ей вырвал, сжала, как будто не лежала над картами дранг на хвост. Германия. Злом не пышим, но все еще трудно дышим, когда по неволе слышим про Орднук твой гробовой. И в каждом российском доме пока что в любом альбоме есть капли родимой крови, разбрызганные тобой, видать, без следы и вздоха. Бойцы закопали плохо больную твою эпоху в грядущие торопясь, и там, где прошла ты стадом, земля пропиталась ядом и черным безумным садом. Из прошлого поднялась, и вскормленный в ней безумец, на брата поднял трезубец Германия. Ты ликуешь, былому нащупав мост, и карты заклеив на спех, ты Киев берешь, как ластик, стирая следы от свастик над высвечившим дранок нахост. А совсем недавно было вот так. Дмитрий Верков. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, эта песня по мотивам рассказов моей бабушки, и не только моей, разумеется, отсыл к Великой Отечественной войне и к истории, которая могла возникнуть, или возникла, скорее всего. И она немножечко, может быть, не попадает сегодняшний день на сто процентов, но я думаю, после нашей окончательной безоговорочной победы она снова будет к месту. Дорожная история или Немчики. Как-то между Киевом и Минском Там, где сосны рвутся в облака Ехали немецкие туристы Попросились выпить молока Майолей сиреневые дали И казался выходкой ответ Эх, немчики, мы ж с вами воевали Кушайте, любовь вам и совет Двери покосившейся избушки Отворили радостно дыша Маленькая русская старушка И большая русская душа Денег не взяла И погравея Ласково прихмуривая бровь Вскликнула Вы ж нас не одолели Пейте так Совет вам да любовь Немчики, вы ж нас Не одолели Пейте так Совет вам да любовь Налетела песня вдавая И ветра сменили свой маршрут Немчики, я ж с вами воевала А с потерпевших денег не берут И ее простуженные руки Бережно крестнили сорванцов Немчики, вы ж мне почти как внуки И прикрыла пальцами лицо Немчики, вы ж мне почти как внуки И прикрыла пальцами лицо А потом, до самого рассвета Под луной, сверкающей в реке Спорили и пели две планеты На таком понятном языке Сцена откровений и прощанья Стала украшением кино Немчики, родные, до свидания Бог простит А я уже говно Немчики Мы ж с вами воевали Бог простит А я уже все вместе Давно Дмитрий Рырков Офицер Запаса Путылочный руководитель Клуба «Вечер Победы» Дмитрий Рырков Много лет назад Детские стихи Анатолия Пшеничного Попали на глаза Агни Львовны Барто После чего По ее рекомендации Детские книжные издательства Выпустили миллионными тиражами Несколько книг Анатолия Пшеничного Для детей дошкольного возраста И в наши дни Детские стихи поэта Находят своего маленького читателя Два года назад Вышла книга «Почему у божьей коровки Пятнистая спинка» А в прошлом году Анатолий Пшеничный Принял участие В создании сказочного букваря Инициатором которого Явилось руководство Оздоровительного комплекса Дагомыс Почему у божьей коровки Пятнистая спинка Утром Напившись холодной росы Кашляет божья коровка Скорая помощь Влетает в кусты Возле пенька остановка Бабочка-доктор И жук-санитар Пишут рецепт на полянке Вечером ягоды Утром нектар Срочно стеклянные банки Рада больная Здоровая она Но погляди на коровку Стала пятнистой От банок спина Словно надела обновку Хвалят соседи Прекраснейший вид А по тропе между елок Скорая помощь Дальше летит В роще чихнул олененок Что я в садике забыл Шарф на мне И шапка здесь Вот платок и варежка И в кармане даже есть Два ничейных камешка В спальне сдвинуты кровати В раздевалке паника Помогают мне две Кати И четыре Павлика Ничего нам не найти Я машу рукою Только папа Как уйти Позабыв такое Обыскали весь этаж А потом все здание Оказалось я забыл Слово До свидания Спасибо 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 Детские стихи Это счастье Конечно Я жмю Что мало Писал Комендировок Много было Детей мало Было мало Но все равно Стихи напечатались Спасибо Агнии Борто Действительно Просто без всякой Просьбы Она так поступила И до сих пор Стихи идут Знаете А вот Если по взрослому О взрослых темах Говорите О них нельзя молчать О этих темах Совсем недавно Возьмите как время быстро пролетело И мы думали Чего же она так летит То быстро Вот вот было А ведь были эти годы Особенно два года Вот последний Это были годы ковида И столько Сколько потеряли Потерял каждый из нас Своих близких людей Товарищей Членом семьи Это не первым писателем Как говорится Действительно было так Мы теряли друзей Причем молодых друзей Которые моложе Насты Предположим Плакали Потом пытались Не забыть И долго И не забывали Оставались их близкие люди Которые дороги нам И тогда уже Это было три года назад Когда началась Эта эпидемия дурная Я тогда Начал писать о том Что Это не просто Лабораторные вещи Это Пострашнее Пострашнее Беда И Истоки Надо искать Не в каких-то там Не знаю Потусторонних силах А конкретно В мифической Может быть Страшной Борьбе Схватке За Лучшие Лучшие Жизни На нашей земле И тогда я написал Психотворение Вслед за Твардовским Мы как раз ездили Нашим клубом Варжев Где Юбилей Как раз был Такая Черная дата Освобождения Города Битвы за Ржев И читаю стихи В том числе Убит под Ржевом Твардовского Я в то время Написал стихотворение Оно называется Вслед за Твардовским Я очень хочу Прочитать сейчас Потому что На многих касается Я погиб От ковида Какая обида Не от пули В бою Не от финки Бандита Ни взрывной Волной Упокоен На час Ни в разведке Родной Выполняя Приказ Не упал С высоты В роковом Самолете И во имя Семьи Не сгорел На работе На поминках Моих Где Залы Суховей Только Горстка Родных И Болгорских Друзей Режут Деза И спам Сети Правду Тараня Что вы Гоните нам Про мышей Из Уханя Мы Средь версий Иных Проглядели С испуга Как два зверя Земных Впились в горло Друг друга За мифический Дрон Что от прибыли И шаток За чумной Октагон Электронных Площадок Без запрета Душить И кровавей Следы И Чумой Прорядить Друг У друга Ряды Кто Кого Там Согнул Чей Там Был перевес Но На волю Рванул Коронованный Бес Он Напал Тихаря В грудь Поткнул Динамит А поэтому Я Я не Умер Убит Конечно Мнение Может быть Мы Проводили Сколько друзей Чтобы И эту Тему Продолжим Друзья Нашу концертную Программу Продолжат Наши коллеги По проекту Ветер Победы Неотократные Луряты Многочисленных Фестивалей Конкурсов И участники Телепроектов Всех Мостей Сергей Егоров Людмила Чезганова Дуэт Тысячи Причин Ребята Которые Сопровождают Судьбе Егоров Сопровождают Многие Передачи Которые Знают Знаете Акомпанируют Сережа Пожалуйста Назови Передачи Которых Постоянно Участвуете Это Хорошие Песни На телеканале ТВЦ ТВЦ А раньше Еще Наши гавань Заходили Наши гавань Заходили Корабли Песни Нашего двора И сегодня Это хорошие Песни Спасибо Сережа Что более 20 песен Записанного Из сети Эльвюда Исполнила Исполнила Группе Тысяча ТВЦ Вперед Песня Вирус Да Вирус Песня Вирус Открываются Шабы И пятны И телефоны Тревогой Грузя Стали друзья Рухни рукопожатными Не потеряйте Друг друга Друзья В наших Дермометрах Путь над Болезингом Следом За ртутью Радется Напасть Нам бы Запеть Облуджавскую Песенку Поодиночке Мы Нам не Пропасть Мы Ставим Снова Над Вирусной Налицю Двеем Ладони Бегут Ормотя Перетерпите Не трогните Памятью Не потеряйте Друг друга Друзья Но словно Выгрищи Цепи Раскованы И у Орудий Рассинут И в дыри Стрибца Под масками Белые Коколи Не до Войны Нам Не до Красоты Бегут Потерями Нотки Рассветные Вот уже В зоне Витри Возрастной Наши Семидесяти Пятилетния Матерь Победа В обнимку С весной Выстает На Изна Изна Семидеся Матон Петут Ормотя Перетерпите Не трогните Памятью Не потеряйте друг друга, друзья И встанем снова на дыру с нами на лицю Тебе им ладони в беду тормоза Перетерпите, не трогайте к памятью Не потеряйте друг друга, друзья Не терпите, не трогайте к памятью Не потеряйте друг друга, друзья Не терпите, не трогайте Опять же говорю, на 24 числа в 3 часа Дня на поклонную гору Всех услышите, товарищей, которые выступают сегодня здесь А вот то, что я читал в стихотворении Они нас отучают Родину любить И нас не отучат Родину любить Учителя, не знающие истин Есть много лет назад Я написал другое стихотворение Про учителей Которое Сергей озвучил Написал музыку И думаю, про учителей этих мы сейчас тоже услышим А сейчас я хочу поздравить нашего мага и волшебника Слово Анатолия Григорьевича Пшеничного И все прекрасно знают, какие он пишет замечательные стихи Которые так легко ложатся на музыку И песня обретает смысл вдохновения И волнует слушателя И, Анатолий Григорьевич, мы вам очень хотим Божать, конечно, крепкого здоровья И что, что ваше вы задумали Все воплотилось в жизнь Чтобы вас окружали только хорошие и добрые друзья Божьей вам помощи во всем вашей жизни И творческой работе Спасибо, Врачи Спасибо Спасибо Помните своих учителей И, Анатолий Григорьевич, мы вам очень хотим Помните своих учителей Будьте вы громким и высоким Но и после детских годов В спешке не пройдите мимо окон Комнаты, где парты, в длина В спешке не пройдите мимо окон Комнаты, где парты, в длина Что вас вы знали, дорогие Строгие, усталые подчас Чем мы вам платили за такие Думы бескорыстные о нас Неуды резинками стирали Кошек приносили со двора Даже беспортомно не орали Если вы заболеете Ура! Разве вы задумывались толком От чего забыть о дневниках Вы вдруг, собака, его зрёк Смело переломлены в руках А потом лишь глаз драста попозже Становилось ясно поясенней Всё старело, всё, что было похоже Словно бы ракетная ступень Детство телилось и сгорело Будто бы ракетная ступень Было всё обыденно и просто Выпускать из стады не раз Гости обнаружили сходство С кем-то из родителей у нас А потом лишь возрастом попозже Становилось ясно поясенней Чёрточками лучшими похожи Все мы на своих учителей Чёрточками лучшими похожи Все мы на своих учителей Становилось ясно поясенней Становилось ясно поясенней Написал на мои стихи песню Знаете, они уходили А телефонные Номера телефона у нас жили В наших телефонных книжках Вы это все хорошо помните И для того это было В душе горько и непонятно Может быть, что Такую песню мы создали И спели Кальянов Спел её во дворце Где она получила Одно из первых мест Сейчас его нет Он сам ушёл Но песню Позывные друзей Я постараюсь сейчас тоже спеть Под аккордеоном Все получится Не судите строго Как Кондрат Майданников Говорил в поднятой цельнике Цеплирую на своё Без голоса, но спою песню Попробуй спеть Позывные друзей Позывные друзей Плесные друзей Тестой книжки моей Телефонной Что было и охране Как музей Тестой книжки моей Продолжают свои перезвоны Телефоны ушедших друзей Вот Серега, вот Витька, вот Пашка Это ниши век свой зыгной С кем не было по жизни, не тяжко Кому было не тяжко со мной Среди шумных гостей, новостей и местей Где бы вас не носили ветра Пусть как прежде живут дети полных друзей Не спешите стирать номера Мы не так уж и прожили много Но летая маршрутам своим Не судили товарищей строго Чтобы быть несудимым самим Так же падают лисья и звезды Так же волны звенят у колен Только жаль, что мы помнили поздно Что друзьям не бывает завен Среди шумных гостей Новостей и гостей Где бы вас не носили ветра Как прежде живут Позвольные друзей Не спешите стирать номера Не спешите стирать номера Сергей Сергеев и Анатолий Пшеничный И Анатолий Пшеничный Ну без ошибок не знаю Может быть есть кто-то Пусть потом подойдет и скажет Опять же без ошибок Новое святовление Подглядывать буду Жизнь моя Ошибка на ошибке И не раз срывавшийся с резьбы Ни шкуящим не был Я ни хлипким Ни просящим милостью судьбы Жить как жить Не помня худо Или вспомнить правду Чтоб полузабыл Женщин тех Которые любили Было меньше тех Кого любил А друзья Как время не старалось Выжечь ложь Которую прощал Настоящих меньше оказалось Тех, кто вещал И обещал И порой до светском пересуде Мудрую качая головой Удивлялись правильные люди Что же он неправильный такой Столько лет А он все по гитаре Друг в верхах А он не по пятам Книг не счесть А он не при наваре А жена И та не по летам Ах ошибки Каверзная штука Неспроста же вдалблю ли нам Что чужие умному наука А свои одним лишь дуракам Может так Но вынужден признаться И своей судьбой он подтвердить Что уж лучше жить И ошибаться Чем не ошибаться И не жить АПЛОДИСМЕНТЫ Вот перед тем Как прозвучит Известная песня Уже стала Давно известная Замечательная автора О матушке Я конечно Конечно Почувствую старение Куда уходят матери от нас Вызбавьте шаг Когда идете мимо Простых оград Где крестик да трава Любовь и мама Так неразделимы Простые эти добрые слова Нам не досуг Мы будто телеграммы Туда-сюда Не помнят о Париж Что не было бы Без любви и мамы Ни нас самих Ни наши детворы Ни сладких снов На золотом восходе Ни лучших слов С росинками у глаз А все-таки Куда они уходят Куда уходят Матери от нас Средь миллионов Или миллиардов Лучистых звезд Пылающих во мгле Я точно знаю Матушкиным взглядом Горит одна И тянется к земле Она горит Она не умолкает Чуть отдохнет И запылает Вновь Нам наши мамы Землю согревают Чтобы на ней Не кончилась Любовь Спасибо Друзья Мы уже сегодня Не раз обращались К тому Как при выходе Артистов на сцену Меняется метеосмотка Так вот Артистка Которая поет Сейчас на сцене Помимо того Что является Многократной Обладательницей Премии Шансон года При своем появлении Не только меняет Погоду Но От ее голоса Расцветает Все вокруг Встречайте Рада Рай И братья Швыдченко Добрый вечер Дорогие друзья Спасибо большое За теплый прием Нам очень приятно Благодарим И конечно Хочется Тоже С нашей стороны Поздравить Потрясающего поэта Анатолия Григорьевича И поблагодарить его За его искусство Которую он дарит людям Которую он дарит артистам Нам приятно Очень И огромная честь Для меня лично Петь его песни И конечно Поздравляем С днем рождения Здоровья Счастья Удачи Любви Радости Всего самого Наилучшего И первая песня Которую Мы для вас Исполним На стихи Анатолия Григорьевича На музыку Игоря Слуцкого Называется она Не гони Коней С вашей поддержкой Друзья Я думаю Можно немножко Добавить музыку С мониторой Спасибо Было время Чего тогда Над судьбой Смеялась Соропила я Когда Опоздать Поялась Думала Перебегут Разнесут На части Перегонят Украдут И не будет Счастья И сказала Мама Мне Не накликай Куда Не гони Коней Не гони Коней Без петли Покуда И сказала Мама Мне Не накликай Куда Не гони Не гони Не гони Коней Без петли Покуда Не гони Без петли А вы Веселый стриг К счастью Да Удача Веселый стриг Христая Горей По бокам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эдуард Швученко написал ее музыку С Русланом Швученко мы ее для вас споем Называется она «Пой гитара» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, ну и уже этот артист у нас сегодня был на сцене из-под его бера вышли просто бесконечное количество хитов многократный вариант премии Шансон Кода композитор Игорь Слуцкий Конечно, Игорь Слуцкий, который написал, ну не знаю, сегодня много песен звучало, да, я однажды был Гриста лучшим композитором года, и все песни, которые вы знаете, подпевать можете действительно любой песни, все, все песни известные очень. Вот, я просто одно хочу сказать, что с Игорем мы объехали и Урал, и он только что недавно вернулся, 20 гастролей было на Дальнем Востоке, и он побывал в моей деревне, в одной, в другой, на Урале, на Северном, то есть это товарищ надежный, который и подведет, и сам он из того города, как раз Донецкой области, которые недавно бомбили очень сильно. Игорь Слуцкий! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это очень волнительное выводительство. В конце вечера, действительно, я спою, мы больше 20 лет с Толиком Григорьевичем знакомы, и как-то он написал песню «Белые поления», у него такая судьба, о которой, кстати, никто не знает, может даже он, это было две песни, мне когда-то я написал первую версию, и сказали, мне это надо вот, вот, в быстрой версии, я говорю, хорошо, а медленно я стала золотыми куполами, представляете, помните, да, Михаил Круфтёв, вот, и вот так вот он, с его легкой руки, так сказать, и песня, ну, получилось, две жизни получилась у него, но «Белые поления» это, конечно, недлинное произведение, Анатолий Григорьевич, слово всем для вас, я его исполню сейчас, «Белые поления». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заток ее, мама, пить Белыми погреньями Хорошо здоровь, лечь К потолку, к одни Будто в дальнее унеслось Семь с четыре короба Будто вовсе я не гость Из большого города Забернул был лес Первую поросшую Только мать дождалась Да, друзья хорошие Но тогда столько лет Каждой ночкой снилось Мне уроды во сне Лишь ты истилась Я бы не болею за тебя Огоньками складаться Огоньковый полетел У реки Сканется Солнце Как луна Светит над пригорками Настоялась тишина Настоялась тишина На березах С елками С оброни Заботы Сплешь Веками Оленьями Светит меня Светит open Поверь Светит Поверь Светит Верие Светит 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 Субтитры создавал DimaTorzok Затопила мама печь 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 Затопила belki Затопила мама печь Затопила мама печь Затопилаadem Затопилаchy Затопила aurait Дорогие друзья, вот этот замечательный Ты у него ходи, Игорь, ладно? Потому что сейчас придется тебе этот микрофон подносить к вам На этой вот ноте, чтобы мы уезжали туда, где нас ждут Не удивлялись, радовались Мы заканчиваем наш творческий вечер сегодня И всегда будем ждать вас в клубе «Ветер Победы» И мне кажется, перед тем, как мы исполним финальную песню Которую мы с Игорем Студским написали уже давненько Она все время 9 мая звучит и звучит И не пропадает из динамиков Я прочту короткое стихотворение «Летят года, как ветреные дни Меняются вожди и величины Но заповедь спаси и сохрани Всегда в чести у каждого мужчины И как не чтим мы женщины вино Оружие всегда в приоритете Отечество, как отчество одно И за него мы навсегда в ответе И пусть клинками звонко не гремим И каждый день победы не тожим Придет беда, спасем и сохраним Уйдет и воспоем И приумложим Ветер Победы Пожалуйста Пожалуйста, на все Ветеранам нашим посвящаются Сидану Ивановичу Ветер Победы Наша жизнь и белый лист Кто банкист, а кто связист Кто пилот, а кто марфлот Все сражались Наши смельсники уже В каждой в вечном блидаже Ну а мы с весной в душе Заряжались Хочешь плачь, а хочешь пой Нам все реже с ним с собой И все медленнее строй Ветеранам Вратами и сотню брак Глоти с правду доминан В майский вечер разобьют По стаканам За девятое число Выпьем всем спертям назло Волчие старые пусть Когда идут по свету И за мир в неверном мире И за Т-34 За Катюшу За победу За победу За победу За победу Не отжимай с сердцем Зажим ! Я тут плюс За победу Нацим Как кино перестроились давно А кому бы все не сумели Кто сражался, вот поймет И за годы и по счет За Россию и народ, и не гадам И слову точно заслужил Кто-то в годы не смотрит И сегодня нам за них выпить надо За девятое число Выпьем все цветом на зло Он чистает, пусть гадали тут по свету И за мир, и выбор в мире И за Т-34 За Гатюшу, за победу За девятое число Выпьем все цветом на зло Он чистает, пусть гадали тут по свету И за мир, и выбор в мире И за Т-34 За Гатюшу, за победу За девятое число Выпьем все цветом на зло Он чистает, пусть гадали тут по свету И за мир, и выбор в мире И за Т-34 За Гатюшу, за победу За Гатюшу, за победу И за нашу победу, которая будет Дорогие друзья, спасибо вам огромное Что вы выдержали такое время Столько послушали И почти никто не ушел Вот мне надо Приходите на нашу концерту Анатолий Швилистый Дмитрий Уверков Игорь Слуцкий Гера Клинкович Сергей Егоров Люда Чизганова Друзья, на сегодняшний 24 февраля На Поклонной горе Пожалуйста, Алена Петровская Алена Петровская Александр Солнов Ничего, ничего Все, вот мы здесь И мы еще не раз для вас споем Спасибо 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 всем